два ундициллиона рублей столько теперь google должен в россии размер штрафа для компании это число с 36 нулями и это больше чем денежная масса на всей планете все это все одним словом надо назвать просто как бы вещи своими именами называется терроризм ну буквальном смысле этого слова это запугивание в данном случае корпорации если там людей сажают за то что у них остался где-то логотип инстаграма это запугивание населения и вот в общем-то россия получается такое террористическое террористическое государство да которая в общем-то занимается вот этим история этого штрафа берет начало в 2020 году тогда youtube заблокировал аккаунт телеканала царьград после этого российские суды решили оштрафовать компанию но за каждый день просрочки назначили взыскание в 100 тысяч рублей которая удваивается каждую неделю пока сумма не будет выплачена мы примерно посчитали что если значит она удваивается в неделю примерно 4 через четыре года google должен будет google рублей это довольно да собственно вот google был назван в честь 10 в сотой вот значит через четыре года там плюс минус неделя зависит от того как они считают значит штрафы google составит google рублей сама корпорация google ушла из россии после полномасштабного вторжения в украину а ее российская дочка подала заявление на банкротство но сервисы google по-прежнему работают он же сейчас из россии google не может получать никаких денег ну в принципиально но тем не менее он эту инфраструктуру как-то пытается поддерживать это на минуточку это ведь не там не три копейки там счет идет на десятки миллионов долларов в год вообще то представьте себе вот эти все видео где-то хранить надо русскоязычная до которого используется востребовано только внутри россии вот это все надо как-то обеспечивать его транспортировку это все стоит денег и это не дешево тем не менее те корпорации как-то это все поддерживают вот и уж как это насколько это долго может продолжаться я пока не знаю но скорее всего опять же да по опыту то что мы смотрим происходит тем же гуглом ну ютубом то скорее всего это будет заблокировано чем они сами просто прекратят поддержку с различными сервисами российские власти борются по-разному youtube пока искусственно замедляют а вот компанию мета который принадлежит facebook и instagram признали экстремистской организации как будут дальше поступать с различными интернет-платформами предсказать никто не берется у нас у комнадзора в плане порчи интернета нет никакой нет никакой ответственности они может быть там перед своим начальством отчитываются к медведев там у себя на телефоне там внезапно открывает твиттер или фейсбук или еще что-то да и говорит а почему это он открывается вот тут вот значит они могут пострадать а перед обществом перед там журналистами перед конечными пользователя несут никакой ответственности поэтому мы по-прежнему не понимаем что происходит как бы может произойти все что угодно в любой момент времени вплоть до полного отключения интернет но вряд ли здесь как бы бизнесы начнут разваливаться будет очень неудобно спустя несколько дней судебные претензии google в россии на ондециллион рублей прокомментировали в кремле пресс-секретарь российского президента дмитрий песков назвал сумму штрафа символической и признался что не может произнести это число